Всё для клёво, это клёво. Реки, озёра и душевный покой. На рыбалку едем мы снова. Дедушка Днестр ждёт нас с тобой. Вы видели, как Серёга спешил? А-а-а! Бегом! Знаете, почему? Ого! Знаете, как взрослый мужчина? Камень, ножницы, бумага. Приветствую вас, друзья. Вы на туб-канале «Всё для клёво». Сегодня очередное видео с нашего дедушки Днестра. У нас сегодня батл с настоящим спортсменом Федерации спорта Украины, да? Одессы. Одессы, вот, по фидерной ловле. Батл в рамках большого кубка «Фишдрим» в Одесской области. То есть, когда соревнуются два участника, и не важно, ты любитель или спортсмен, тебе всегда подскажут, помогут, правильно? Конечно. Такие именитые спортсмены, как Серёжа. Серёжа, расскажи о себе. Давно ли ты в спорте и какие у тебя результаты? Я два года в спорте. В прошлом году вступил в Одесскую Федерацию. Но в прошлом году не было трейтинговых соревнований. В этом году, надеюсь, будут они. В прошлом году участвовал тоже в кубке «Фишдрим». Дошёл до одной четвёртой финала. Ну, в этом году посмотрим. Друзья, можете уже сразу писать в комментариях, кто победит. Опыт или молодость, быстрота реакции или любование природой. В общем, уже можете написать комментарий. Но мы начинаем, да? Начнём с того, что Сергей уже выиграл половину баттл, потому что, кидая монетку, он выбрал место, которое ниже по течению. Ну, уже у него плюсик в закормах уже есть. У меня пока минус, но ничего. Ну и мы переходим к прикормке, которую мы сегодня будем замешивать. Единственное условие – прикормка должна быть «Фишдримовская». Ну, будем выполнять. Так, ну видно сразу, что Серёга уже заряжена на платву. У него две прикормки платвиные. Две каких-то итальянской серии и чёрный блэк. Тоже, в принципе, платвиные. У меня, в принципе, тоже такая супер-блэк, лещ-горох. И взял себе ещё такую лещ-бетаин. Тоже, в принципе, планирую ловить белую рыбу, карася. Возможно, потому как гороховая составляющая – это самая любимая составляющая всех рыб, которые есть у нас на Днестре. Поэтому вот на это я ставлю больше всего ставку в прикормке. И будем добавлять ликвида немного, чтобы привлечь рыбку как можно с дальшего расстояния. А там посмотрим, как получится. Всё. Огонь. Это чёрный. Три-три-три-три. Три-три-три-три. Сотоп-сот. Сотоп-сот. Шум. Дальше. Друзья, в принципе, дно ровное, плоское и с присутствием какой-то шероховатости. Это хорошо, потому что на таких участках как раз откомится рыба и не сильно быстро сносит нашу прикормку. Это хорошо. Что ты там, снимаешь секретную насадку? Никому не говорю. Друзья, ветер стихает, хотя бывает... Стихно. Так, может, и камера упасет? Синих и ветер, а? Хотел сказать, что ветер стихает, да? Да. Друзья, остаются считанные минуты до начала нашего батла. И у меня, в принципе, все готово. Это любительский вариант, как вы поняли, да? Ну и посмотрите, как у спортсменов. Все рядом, все возле руки. Все там, каждый сантиметр прописан. Ну, у нас так, по-колхозному, по-селянски, по-любительски, короче. Так как ловят практически все 99% наших рыбаков. Ну, за рыбалку. Друзья, как-то один раз поехал на рыбалку и сварил горох. Все у меня была, вся прикормка. Ну, ничего не клевало. Смотрю, рядочком возле моего места, где я ловлю, просыпанный горох вот такой. Я думаю, дай попробую, возьму одну горошину, поцеплю. Поцепил карп. Второй поцепил карп. В общем, такая история у меня есть. И потом я видел, что тут просыпанный горох. Думаю, возьму себе немножко. А вдруг это будет как раз именно то, на что поймается рыба. Когда я искал точку лова, то грузила булава, которая была у меня 40 грамм, немного сносила. Сейчас поставил кормушку, и ее вообще не сносим. То есть я рассчитывал ловить вот так в направлении того дерева. А придется ловить даже ближе сюда. То есть, ну, в принципе, нормально. Мне это нравится. Друзья мои, ну, у нас сейчас 10 минут начинается закорм. Место ловли. Сережка не спешит, потому что он ниже по течению. По сути, я ему прикармливаю. Ну, на то он и спортсмен, чтобы не спешить. Я думаю, что я немного буду кидать, кормушек 5-6. Поэтому, в принципе, мне этих 10 минут и не надо. Сейчас рыба вся с икрой, чтобы ее не перекормить. Хотя, в принципе, я не знаю, на реке можно перекормить рыбу или нет. Напишите в комментариях, можно ли в реке перекормить рыбу. Что мне нравится эта кормушка? Ну, очень быстро заполняется. И хорошо держит дно. Это класс. Кидаем в одну самую точку. Я сделал две дистанции. Одна поближе метров. Даже не 10, наверное, где-то 9 метров. И вторая около 17 метров. Куда? Дальше. Сколько сейчас вода холодная, то буду добавлять живой компонент. Но буду его добавлять резанный. Взял в данный момент мотыля, перебил его ножницами, чтобы рыба чувствовала запах, но нечем было ей питаться. То есть, активировать ее желание на пищу. Дистанция 13 метров. И вторая дистанция 25 метров. Буду кормить обе точки. А там буду смотреть и проверять каждую из них. И уже оставаться на той, которая будет более активной. Одну точку мы закормили. Поэтому можно на этот фильтр поставить уже поводок. Подготовить ее к сессии рыбалки. И начну закармливать вторую точку. 25 метров. Кто первый поймает рыбу, кто-то выиграл баттл. Первая красавица. Главное не спешить. Вот это вот я... Вспоминая прошлые свои баттлы... Ой, срывы и закончился ветер. Супер вообще. Видишь, что вот это вот спешишь куда-то? Нервная какая-то дрожь. Что-то какая-то... Ребята, нужно получать удовольствие. Удовольствие. Что-то было лучше есть. Это нужно было лучше есть, что... Супляться будет. Супер сейчас был хорошо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так Одна через две ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Шансы у меня увеличились Такого каросину даже и пожарить можно Ого О, серьезно, пока я тут вытаскал карася, он уже 15 таранек уже вытащил. Надо было перед началом чай не пить, честно говоря. Желание сейчас только одно. Поймать одного большого карася. Давай, один большой карась. 20 секунд. 10 секунд. Друзья мои, я даже одного карася поймал на улитку. То есть у меня в кормушку попала улитка. Я думаю, возьму, вытащу туда какое-то мясо. Серега уже бедный побежал. Давайте, как взрослый мужчина, на каменной ножницей бумаги. На каменной ножницей бумаги. Иди. Ну, давай. Там вся рыба Днестра. Ого, как много. Слушай, давай. Держи-ка. Ого. Много. Слушай. Давай. Аккуратно. Давай. Сюда. Килограмм. Поставь килограмм. Ого. Давайте, заново. Выставил? А, стекла уже нет. Можно на камеру? Да. 6, 130. Да. Слушай, там у тебя... У меня хоть килограмма 4, если есть, то хорошо. Не, есть. У меня сколько? Килограмма 4, не больше. Нормально там у вас. Держи. На. Тут знаешь, какой момент самое главное? Вы видели, как Серега спешил? Бегом. Знаете почему? Чтобы рыба не успела стечь, чтобы больше воды было, и чтобы больше было веса. Да? Ну, это такая уловка рыбакодикта, спортсменов, да? Да. Нам не важен средний балл. Мы медленно возьмем всю рыбку. Немного меньше. Да? Да. Да. Теперь Сережа не спешит. Вы поняли, да? Да. 4, 300. Да? Ну, как я и говорил. Сережа, я тебя поздравляю. Ты красавчик. Спасибо. Но этот карась заставил понервничать. Да, карась, конечно, знатный. Ладно, Андрей. Я подумал, что хар. Ну, то есть, я смотрю, что ты постоянно хорошо ловил. То есть, не было провала, правильно? Да, я начал изначально просто ловить кормом, просто корм без ничего и на пинку. Пинку чулком, одна белая, одна оранжевая. Красная. Красная. Мелкая, мелкая, мелкая. Потом я начал подрезать опарыша, то мотыля подрезать, червя. Потом просто, смотри, у вас начал проклевать карась. Я начал подрезать червя. Вы поняли, да? Смотрят на соперника. Смотрите. И он у вас потом перестал щекивать. Да вообще! Потому что живность эта перетянулась. И начались у меня вот раза два, три, только карась. А у меня провал такой, ну что, капец, просто. Я потому что все время, ну, вы видели, наверное, я все время подрезал то опарыша, а ты червя, то мотыля. Ну, в общем, как-то так. Друзья, ну, спортсмен и спортсмен, тут такое дело. Еще раз повторюсь, не знаю, может, уже вам надоел. Главное, получать удовольствие от жизни, от происходящего момента. А, ну, больше на два килограмма. Ну, у нас же, особенно с этим карасем, да? Красавчик, попался. Ну, что вы понимали, диаметр лески поводочный был. 0,12. И стрёмно было его тащить, честно говоря. Ну? Не, наверное, 0,12 точно нормально. Нормально, да? Так, ну что? А у меня получилось так, что я в конце понял, что Сережа уже однозначно впереди, что у него там много всего. Я сделал ставку на карася, думаю, так, все, надо теперь конкретно бомбить. Чуть-чуть больше крючок и три опарыша. Три опарыша. Вот он мне на три опарыша взял, ты понял? Ну, да, нормально. И вот караси пошли потом дальше чисто на три опарыша. Причем красными. Я их, получается, выделил на фоне дна, и карась начал проклевывать и лучше брать. Именно карась. В конце у меня не было ни одной платвички, по сути. Только Тарас. Я заметил, что хорошо работало это чередование. Пинка там красная, белая, белая, красная, только красные две, две белые. Вот так вот чередовал каждые пять минут, и оно вот её заинтересовало. Потому что если стоит больше, чем там, оно начинает уже вялоть. Ну, как-то так. Понятно. Я, кстати, ещё использовал, использовал ещё одну секретную насадку. Я как-нибудь на видео расскажу о ней. Ну, на неё хорошо ровилось, мне нравилось. Ну, понимаете, трудно переловить спортсмены. Я, в принципе, и не старался, по сути. Так, получал удовольствие. Так что за насадка, расскажи. А-а-а, посмотришь в одном из видео. Хорошо. Если заметил, я вначале, вот, начал ловить, я практически насадку, я только раз кормушку набил кормом и забросил. То есть, я к насадке вообще не цеплялся. То есть, насадка хорошо так держалась. Офигенно на крючке. Что, блин, мне нравилось, как оно было. Но о ней, как-нибудь, стоит еще раз. Так, ну что, выпускаем? Друзья, взяли себе немножко на пожаре карасиков. Всё остальное отпустили. И вы старайтесь тоже брать столько рыбы, сколько сможете съесть, во-первых. А во-вторых, не нарушать норму вылова и забирать с собой ну, не больше, чем норма. Три килограмма, да. Сережа, я желаю стать чемпионом. И чтобы мне уже было, когда я буду смотреть видео, когда он будет чемпионом, чтобы я говорю, ну, конечно, я же проиграл чемпионом. Поэтому еще раз поздравляю тебя. Всего самого хорошего. Спасибо. Друзья, смотрите наши видео. Все для клевого. У нас не только про браконьеров и про мостовиков, но еще иногда и про рыбалку. Расскакивать видео с ним. Поэтому всем всего хорошего. Счастливенько. Пока. Встретимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова